Народная славянская радио Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 22 апреля 2020 года – среда. В Советском Союзе эта дата ежегодно отмечалась очень торжественно. Сегодня 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата первого советского руководителя Владимира Ильича Ленина. В том числе и об этом пойдет сегодня речь в нашем эфире. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Сурияр с темой «Почему развалился Советский Союз?» Проявление образа грядущей Светлой Руси. Здравия, Сурияр! Здравия, Елена! Здравия всем радовичам, которые сегодня слушают наш эфир, потому что, я думаю, обсуждение будет интересным, и мы приблизимся к пониманию каких-то основных процессов. Ну а я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радиославрадио.орг, канал youtube.com, слэш, касая черточка славрадио. Все пишется латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня речь пойдет о Советском Союзе, который развалился и который многие бы, возможно, хотели воссоздать. И наша задача сегодня разобрать и увидеть причины как развала, так и возможности воссоздания Союза. Верно, Шуриер? Именно так. Попробуем разобрать этот момент. Мы, как всегда, разбираем с точки зрения все-таки ведической традиции, чтобы лучше понимать, потому что именно она дает наиболее точные и правильные рекомендации к любому событию. Потому что именно сама ведическая традиция насчитывает не одну тысячу лет. И все возникновения царств, разрушения этих царств, жизни множества-множества людей, героев и богов, в том числе, в ней описаны. И всегда есть масса примеров, к которым можно было бы приложиться. Но сегодня мы не будем заостряться на тех или иных примерах. Мы как раз будем разбирать с точки зрения организации любого государства, каким образом оно должно быть устроено. И если оно устроено вне соответствии с теми правилами, как оно должно быть устроено, то велика вероятность, что оно развалится, будет порабощено врагами или врагами же будет разрушено, разделено на части и может исчезнуть вообще в истории других народов, как, собственно говоря, было со множеством государств до сей поры. И, собственно, процесс этот не закончен, так как история человечества еще пока продолжается. И, очевидно, еще будет какое-то время продолжаться, еще будет множество государств возникать и исчезать. На сегодняшний день в той или иной степени наследником Советского Союза мы могли бы считать Российскую Федерацию. Но это два разных государства. Они отчасти совпадают территориально, но совершенно уже не совпадают по смысловым позициям. Потому что некой основной идеей советского государства было, опять же, может быть, эфемерное, может быть, в той или иной степени осязаемое, так называемое светлое будущее, и ради которого люди жертвовали очень многими, даже своими жизнями, в надежде, что их потомки или те люди, которые им дороги, пройдут в это светлое будущее. Все очень долго его ждали, где-то подтягивали пояса, что-то еще делали, но, в конце концов, не дождалось. И в декабре 1991 года, скажем так, официально прекратилось существование это большое государство, что по объему народонаселения оно находилось на третьем или на четвертом месте 293 миллиона человек было на момент распада в Советском Союзе. Просто для сейчас Российской Федерации, в которой население ежегодно сокращается, независимо от внешних вливаний или приездов иммигрантов, оно все равно сокращается, а коренное население интенсивно стареет и теряет экономические рычаги взаимодействия с друг с другом и вообще-то с жизнью. В целом, но вернемся к нашему вопросу, начнем его потихоньку разбирать, разрабатывать. Просто надо понимать, что перед тем, как появился Советский Союз, а появился он, союзный договор был подписан между тремя государствами, как бы Белорусской Советской Социалистической Республикой, Украинской Советской Социалистической Республикой, Закавказской Советской Социалистической Республикой и РСФСР, Российской Социалистической Федеративной Республикой на тот момент. И, собственно говоря, они были первыми подписантами этого договора. Закавказская Республика потом разделилась на Армению, Грузию и Азербайджан, и еще автономные некоторые республики. Но смысл такой, что сначала подписали четверо, и это произошло 30 декабря 1922 года. Главным организатором этих побед на момент 1922 года был как раз официально Владимир Ильич Ленин, которому сегодня с рождения исполнилось бы 150 лет. Но нет, оно не исполнилось бы, именно исполнилось с момента рождения. Мы немножко сейчас остановимся все-таки на личности этого большого деятеля. Для кого-то он до сих пор великий деятель, построивший такое государство. Ну и также вождь мирового пролетариата считается. Не только вождь мирового пролетариата, но и основатель советского государства как такового. Мы хотим мы того или не хотим, но вот браманами Индии он причислен к Махатмам, то есть к великим душам, которые поменяли ход истории человечества. Потому что Советский Союз, хотим мы того или нет, это все равно оказалось огромным проектом. Это даже не государство как таковое, это именно проект всего человечества, которое пыталось найти выход из той цивилизации, которая длилась уже не одно тысячелетие. И ключевой позицией в этой цивилизации было, что люди относились друг к другу потребительски. То бишь, если была возможность как бы наживаться, ну опять же, тот же судный процент и все прочее. А здесь были заявлены другие элементы как основы существования людей. И они были в той или иной степени реализованы. Мы сейчас разберем, в какой степени они были реализованы. И что не состоялось. Как бы причины распада, какие были вехи. Потому что я, готовясь к эфиру, сегодня еще просмотрел. И свои старые записи, и то, что предлагает нам интернет в этом направлении. И, собственно говоря, мысль достаточно четкая. Тем более она была ясна. Возвращаясь к Ульянову Бланку или Владимиру Ильичу Ленину. Конечно же, он выступил основным идеологом создания этого государства. Просто там несколько изначально было не до конца понятных моментов. Почему они произошли? Потому что не было никакой необходимости после гибели царской России, Российской империи, того государства, на территории которого возник потом Советский Союз, не было никакой необходимости делать национальные государства. Потому что все республики, которые вошли, они были изначально объявлены как суверенные, которые имеют право на выход из состава Советского Союза. То бишь, это правило было занесено сразу. При том, что мы прекрасно понимаем, и сейчас уже понимаем, и это было понятно на момент подписания тем, кто, скажем так, пролоббировал эту ситуацию, чтобы созданы именно были национальные государства, чтобы у каждого был свой отдельный там не только колорит, но и право международного сношения с другими государствами, вступления в международные государства. Просто с того момента, как у Кормила Советского Союза стал Иосиф Сталин, все эти элементы выхода из добровольного выхода, самоопределения и все прочее, они стали больше декоративными, нежели смысловыми. И когда подписали Конституции там 36-го года и 77-го, там уже были все эти элементы сведены практически на нет. Но всегда говорилось с независимых, там имеющих право на самоопределение. Самоопределение тоже не расшифровалось особо просто как на выход из Советского Союза. Для всех это казалось немыслимым, невозможным, и тем не менее в конце 80-х годов 20-го века и там 90-91-м все эти обстоятельства выстрелили как бомба заложенного действия. Собственно говоря, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин точно так же говорил, что признает, что эта бомба замедленного действия была заложена еще Лениным. Но если мы немножко сделаем шаг назад и оглянемся в ту сторону, мы увидим, что было сделано энное количество движений молодой, скажем так, советской власти, которые не совсем понятны. То, что отдали часть, лежавшей в руинах после Первой мировой войны, практически потерявшей дееспособность Турции, была вдруг ни с того ни с сего отдана часть Армении, которая была, естественно, точно так же частью Российской империи. Были отпущены Польша, в Освояси часть ее, по крайней мере, больше. И точно так же была отпущена Финляндия. Но если Финляндия как элемент какого-то политического торга был понятен, все остальное находится за завесой тайны. На сегодняшний день уже достаточно много элементов построения того государства и первых действий молодой советской власти в 18-м году, 19-м, 20-м, 21-м. Было известно, что было вывезено огромное количество золотого запаса. Но даже не запаса практически все ценности, которые были реквизированы, образно говоря, у старой власти и у ее представителей, там, дворянства, высшего дворянства. Все это в той или иной степени вывозилось. Вывозилось за границу эшелонами, кораблями. Происходила такая ситуация, ну как побежденную страну грабили. Хотя по итогам Первой мировой войны Российская империя была среди победителей. Но молодая советская Россия оказалась среди проигравших и выплачивала контрибуцию, которую никто не налагал. Но правители, которые входили там, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Ленин и множество еще фамилий, как правило, они все относились к одному из национальных меньшинств, проживающих в том числе сейчас и на территории России, и в Израиле. Занимались они очень просто тем, что занимались разграблением, потому что по записям, по свидетельствам множества людей, живших в то время, никто из них самих не ожидал, что им удастся продержаться в этом проекте дольше, чем, может быть, год-два. А на первое время вообще рассчитывали, в лучшем случае, удержаться полгода. И, собственно говоря, то народонаселение, которое было в Российской империи, оно все равно достаточно сильно протестовало на тот момент против нововведений и экспроприации, которой занималась новая советская власть. И поэтому, собственно говоря, там в 20-м, в 21-м году Ленин уже объявил новую экономическую политику, и они готовы были поменять многие процессы, вернуть их обратно, так сказать, в свободную рыночную экономику. Ну, собственно говоря, чем и был НЭП, новая экономическая политика, которая была объявлена Лениным, не помню, к сожалению, сейчас точно в какое время, но, тем не менее, это было. Это просто говорит о том, какие были колебания на самом моменте становления и вообще появления такого государства, как Советский Союз. То бишь, оно изначально было построено не совсем на честных позициях, потому что были две команды, одна команда Троцкого, а другая команда Ленина-Бланка, у Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Одна финансировалась в большей степени германской разведкой республикой Германии, а вторая финансировалась американо-английским синдикатами и, собственно говоря, банкирами Уолл-стрита и лондонского сети, которые договорились и, по большому счету, вот этот момент воздействия на молодую советскую власть через эту систему, скажем, были заказчики и работодатели в данном случае. Но не работодатели, а все-таки заказчики. Это германская империя на тот момент, тоже полуразвалившаяся, но, тем не менее, имевшая какое-то количество золотого запаса, за счет которого она все-таки смогла организовать революционный, потому что смысл такой, по большому счету, никто не знал, что такое революция и как ее устроить. Ну, имеется в виду, не стояла задача у Германской империи, не стояла задача революции, стояла задача вывести Российскую империю из войны, и за счет этого, ну, как сказать, из проигравших, казаться хотя бы не проигравшим, а, возможно, и выигрышей. И, собственно говоря, эта задача была реализована посредством массовых волнений, отречением царя, которое, собственно говоря, тоже было по сговору. Я говорю, ну, просто какие элементы были заложены изначально при появлении такого государства, как Советский Союз, просто многие слушатели, кто-то в нем родился, кто-то, как и я, успел не только родиться, вырасти, получить образование и, собственно говоря, сформироваться как человек, идущий по жизни со своими взглядами. Поэтому мы, естественно, вспоминаем какие-то элементы своей жизни в Советском Союзе, и многие ностальгируют по ним, тем более с учетом тех событий, которые проистекают в Российской Федерации, особенно в последнее время, когда доверие власти, власть придержащим, власть имущим, оно, в общем-то, достаточно невелико в целом в народе, скажем, мягко, потому что, насколько это выглядит сейчас, никаких социологических опросов нам не показывают, и даже если покажут, они точно так же будут подвергнуты разумными людьми очень большому сомнению. Суреяр, посмотри, многие говорят, что было некое завещание Ленина, в котором, в общем-то, идея создания вот этого нового государства было описано совсем по-другому, нежели затем представили, и что здесь, говорят, ошибка Ленина была в том, что, вопреки ожиданиям, не был назван преемник, а только показаны какие-то слабые и сильные стороны, и из-за этого пошел весь раздор в правительстве, и далее выдвинулся один лидер Сталин. По поводу этого завещания существует множество легенд, и тем не менее, по моему мнению, я скажу так, по моему мнению, оно было, это завещание, но мы должны понимать одну простую вещь, что Ленин, начиная практически с 22-го года, со второй его части, он уже был не дееспособен, как таковой. И, собственно говоря, как там, с одной стороны, организатор, а Сталин уже к тому времени проявился, как организатор, потому что он организатор, причем достаточно серьезного плана, потому что он организовал сопротивление, оборону Москвы, там, и на южных рубежах, когда с белогвардейцами были бои, он уже тогда большие объемы, скажем, организационных способностей смог проявить. И постепенно его, как сказать, авторитет среди большевиков, ленинцев, да, на тот момент, он постоянно возрастал. Тем более, он был поставлен секретарем, такая забавная, простая, казалось бы, должность, при которой он распределял и квоты, что на сегодняшний день называется, и распределял какие-то финансы, и, собственно говоря, многие вещи, которые оказались там, потому что был яркий, могучий, как бы, на тот момент практически никто даже их не пытался сравнивать, там, Сталин и Троцкий, Троцкий, как бы, командир всей Красной Армии и всего прочего, там, министр обороны, организатор множества побед. Технократ, каковым на тот момент был объявлен, объявлен, и по должности своей секретаря находился Сталин, он не был принят всерьез. Так, после нескольких инсультов Ленин, как машина мощная, до того времени интеллектуальная и политическая, он практически уже выбыл из борьбы, и, собственно говоря, кто написал это письмо, так называемое политическое завещание Ленина, до сих пор остается под вопросом, потому что как бы основным выразителем воли уже находящегося тяжелой, ну, как бы, он даже не очень хорошо распределял и определял реальность на тот момент Ленина. Все-таки была Крупская и круг скажем, близких ленинцев, поэтому откуда взялось это завещание, до сих пор толком нет, тем не менее, мое личное мнение, что оно было, это да, но как бы не был объявлен ни преемник, ни, собственно говоря, описаны, да, были принципы, к которым должно следовать Советское государство, но тем не менее, мы помним, что уже был объявлен НЭП, и по многим позициям социально-экономическим, да, новая власть была готова отступать перед, ну, угрозой там, инфляции, разорения и прочего, потому что очень большое количество ценностей к тому времени было вывезено, почему и понадобилась эта протразверстка, когда крестьяна набирали не то, что до нуля, а забирали даже то, что они оставляли себе на на еду, ну, и, собственно, голод уже тогда пошел по некоторым губерниям, вот, поэтому дело даже не в том, что был или не был объявлен приемник, мы, как бы, все-таки тут качнемся, сначала, я говорю, сейчас посмотрим вот этот момент разрушения Российской империи и, собственно говоря, на ее обломках становления Советского Союза, который до практически 45-го года находился все равно в изоляции, как вот сейчас нам рассказывают, что против нас какие-то санкции и прочее, но, тем не менее, Советский Союз практически до 45-го года все время жил в режиме санкций со стороны с железным занавесом, скажем так, да. Нет, он и оставался и после 45-го до железного, но, как бы, огромное количество санкций, которые были, они, я просто не буду их сейчас перечислять, дабы не утомить наших слушателей внимательных. Хорошо, продолжай. Вот. Поэтому как произошло, когда Ленин оставаясь флагом на тот момент, которому исполняется сегодня 150 лет со дня рождения, будучи флагом революции, отошел от прямого управления не потому, что его отстранили, а именно по состоянию здоровья, потому что подряд несколько инсультов просто сделали его недееспособным, он полностью развалился и в физическом плане, и в плане интеллектуальном. Все как бы вещи. Сталин при этом постоянно практически присутствовал у него в горках, и в тот день в 24-м году, 26-го декабря, февраля, насколько я помню, закончилась жизнь Ульянова Ленина, он приехал туда в горки, Сталин, в день смерти Ленина, и переночевал там, то есть Сталин был очень серьезным мистиком на то время, и собственно говоря, сама мистика даже нашего сегодняшнего эфира, я только когда уже ближе ко времени все-таки осознал, что мы попадаем не просто в день рождения Ленина, но мы попадаем в 150-летие с момента его рождения, что самое интересное. А скончался он 21 января 24-го года. 21 января. Я помню зимой, просто я сегодня день рождения мы помним, но день смерти стараемся забывать, как, наверное, и свои. Вот. И, собственно говоря, с этого момента Сталин стал набирать и ключевым создателем уже того Советского Союза, в котором мы потом все родились и выросли, все-таки оказался товарищ Сталин, потому что основные заделы были Троцким, Лениным, Каменем, Зиновьевым, Радеком, всеми, кто входил в первую когорту большевиков, и, собственно говоря, большая часть из них была еврейской национальности, и, собственно говоря, технологию управления все-таки они получили именно из рук тех, кто осуществляет глобальное управление. На тот момент точно так же технологии управления были переданы и Троцкому, и Ленину, и, собственно говоря, вот этой когорте большевиков именно из рук скажем, мудрецов еврейского народа. Надо сказать, что репутация Сталина была, Ленин его рекомендовал в общем-то с его худших сторон. Просто, насколько я знаю, он был выгоден Зиновьеву, и не думал, что Сталин окажется таким политиком, который просто-напросто стравит всех и Зиновьева, и Каменева, и так далее, и выйдет сам в единственные лидеры. Ну да. Собственно говоря, никто не ожидал, что, я говорю, на тот момент небольшой практически на общем фоне этих ярких звезд первого как-то ленинского призыва большевиков, что он каким-то образом сможет так развернуть ситуацию, что все друг с другом с одной стороны перессорятся, а с другой стороны он станет правильно единственным лидером непотопляемым и непререкаемым, потому что слово Сталина там после 30-х годов это уже было просто слово Бога для всего советского народа и для всей номенклатуры в том числе. Только так сказать какие-то ближние члены политбюро могли там какие-то элементы высказывать и то всегда с очень большой оглядкой потому что кто хоть немного углублялся в историю то помнит что и само это члены политбюро там менялись тоже достаточно быстро и заканчивалось их существование тоже понятным образом и не только в 37-м году но до того и после того потому что ключевой момент что когда Троцкий был выдворен из страны тогда уже единоличную власть Сталина никто не мог и даже не пытались оспаривать а только находились в нем поэтому он и создал эту империю кто говорит империя зла кто говорит великое и могучее государство но смысл примерно в том что если мы обратимся к истории еврейского народа там у них есть большой праздник не помню сейчас как он называется но заключается он в том что как сказать еврейский народ или там какая-то его сердцевина расправилась в течение одного дня там с 75 тысячами правящей элиты древней персидской империи и с того момента собственно говоря она перестала существовать как империя потому что в любой стране всегда есть те люди которые являются ее костью ее скелетом на которых эта страна стоит и собственно говоря следуя той же технологии начиная с 17 года по 19 и даже 21 шло тотальное целенаправленное истребление предыдущей элиты всех носителей хоть какой-то идеологической оснастки из всего общества Российской империи дворян офицеров духовенства ученых философов все кто являлись на самом деле каркасом самопонимания самоосознания старой империи старой царской империи и собственно говоря они несли этот каркас самопонимания этой империи и ключевая позиция была всех носителей или уничтожить или низвести или рассадить по тюрьмам лагерям или как сказать до 22 практически второго года 23 еще была эмиграция и кто заявлялся что хотят выехать из страны их в общем-то достаточно легко выпускали не еще не была закрыта граница и железный занавес еще не был опущен и собственно говоря оказавшись в эмиграции они потеряли возможности воздействия на эту страну в которой они родились на тот момент Российской империи и здесь по сословной позиции да вот мы вернемся кварновой составляющей которая ведической традиции вот есть труженики есть веси как организаторы производства там на тот момент организаторы бизнеса владельцы бизнеса высшие управленцы витязи кшатри по если оглядываться на индийское обозначение которые являются управленцами высшего толка потому что они знают систему управления и могут держать государство в определенном направлении и духовенство если рассматривать в нашем предложении это ведающие ведающие которые понимают куда движутся и которые являются подателями смыслов для государства в первую очередь но на тот момент уже как мы помним Российская империя она была практически полностью христианской и само по себе христианское духовенство никогда не являлось подателем смыслов с момента тем более как бы прихода к власти Петра первого они были очень серьезно отстранены от от влияния на умы общества и как мы помним был создан сенот священный которым управлял оберпрокурор то бишь в чине который собственно говоря смотрел как ведет себя церковь и по большому счету чтобы она не мешала единой власти единоначалью Петра первого на тот момент ну и собственно говоря это продолжалось практически до 20 века в том же ключе вот и возвращаясь поэтому просто я говорю Советский Союз он все-таки вырос на корнях и на одновременно на развалинах Российской империи поэтому нам надо понять откуда он взялся и на каком основании был построен так вот то есть четвертое сословие как таковое да священнослужители оно не являлось уже смыслообразующим и смыслоподающим даже для царской империи и и в этом собственно говоря заключалась наверное ключевая проблема потому что уровень прогностика прогностики будущего да как я обращался часто в прошлых эфирах своим у тружеников он уровень прогностики один год условно посадили зерно сняли урожай заготовили инструментарий и семена для следующей посадки собственно говоря кологот аграрный прошел у весей у организаторов производства уровень прогностики 3-5 лет они формируют производство закупают долгосрочные какие-то станки и прочее они понимают через сколько лет она должна купиться и как правило 3-5 лет они вкладывают свои планы и все помещается управленцы особенно что касается такой большой страны что малейший поворот каких-то базовых позиций занимает ну вот и в Российской империи и в Советском Союзе и даже сейчас в Российской Федерации он занимает не менее 15 лет и поэтому уровень прогностики для управленцев более-менее высокого уровня он должен быть не менее 15 лет а как бы средний ток где-то 25-35-40 лет мы понимаем что на сегодняшний день в Российской Федерации этой прогностики нет в том объеме который был бы наверное необходим вот и самый длинный уровень прогностики который дают смысл податели ведающие или браманы в индийской традиции если обращаться ведической они дают 75-150 лет и собственно говоря это минимальный уровень правильного построения общества современный Китай доктрину свою разработал на 500 лет практически для нас это сейчас кажется фантастикой но тем не менее это та задача которая стоит и сейчас да перед русским народом перед Русью чтобы у нас была прогностика не менее там 100 лет куда мы движемся и к чему мы должны прийти да я согласна с тобой потому что если оглядываясь на создание советского государства то получается что тогда партия которая была создана ленинская партия в нее прибыло очень большое количество неграмотных людей то есть крестьяне и рабочие и получается что первая варна вошла в руководство страны которая была не готова к этому и пошла за единственным лидером вот в этом наверное тоже было очень большое упущение или же это был преднамеренный ход преднамеренный ход чей ты имеешь ввиду Сталина как руководителя желавшего единолично стать как у нас не так давно был эфир мы как раз разбирали теории эволюции да там одна теория эволюции была основополагающей которой до сих пор прикрываются научные круги это теория Дарвина и была она заключалась в том что как бы естественное эволюционное развитие от простейших к сложнейшим как бы слепой рукой природы вот и была вторая по-своему сопоставимая с ней теория на тоже 19 века на момент их они где-то конкурировали там просто главенствующие и основополагающие в научной парадигме заняла теория Дарвина а вторая теория была теория Ламарка одна из основных позиций заключалась в том что как я говорил в прошлом эфире что создание определенных социальных условий формирует тот или иной тип человека вот собственно говоря общество и окружающий ландшафт или природа формирует тот или иной тип человека и собственно говоря Сталин для себя принял теорию Ламарка как основополагающую и собственно говоря опираясь на нее он и строил свои постулаты выращивания да у нас же кто помнит всегда было мы вырастили нового советского человека вот собственно говоря рефрен начиная от первых лет существования Советского Союза и до самого его конца в девяносто первом году эта фраза существовала и она была принимаема понимаема потому что задача стояла вырастить нового человека это было озвучено еще Лениным там мелькала достаточно часто фраза повторяет пусть говорит погибнет девяносто процентов главное чтобы десять процентов населения пошли к светлому будущему и стали выбрали как бы другие принципы существования для себя это вот на на заре становления советского государства эти фразы звучали неоднократно почему собственно говоря количество уничтоженных людей на тот момент все-таки измеряется как минимум несколькими миллионами считая так сказать считая членов их семей и всего прочего которые были поражены как минимум в правах не родились дети и все прочее там это явно переваливает за не один десяток миллионов но это уже скажем не то что предание старины глубокой до сих пор этот момент не разобран и война между красными и белыми тоже не не разобрана и не сведена какому-то доброму ну даже может не доброму а какому-то равновесному решению чтобы была признана та сторона и другая сторона и они пришли к какому-то общему даже не знаменателю условно смогли договориться между собой что те были правы и те были неправы и те были неправы и пришли все равно как один народ мы должны снова стать целостным потому что со времен гражданской войны вот этот раскол он как длился так он и тянется до сей поры прошло уже сто лет как говорится момент осмысления и разбора смыслов и задач он остался там в прошлом поэтому теория Ламарка гласит что условно с любого человека можно вырастить любую позицию но ключевая ошибка как я уже и говорил в предыдущих эфирах к сожалению для нас для всех и ошибка Сталина что он не учел одной простой вещи что если труженика мы образовываем там за год или там за два весе образовывается обучается ну там получает высшее образование скажем которое позволяет ему быть руководителем низкого и среднего уровня там 3-5 лет мы как бы руководители более высокого уровня учим 10-20 лет но для того чтобы руководитель среднего или высокого уровня получился должен быть хороший материал то есть материал должен быть элитным а то что ты как бы Лена говорит что пришли крестьяне пришли рабочие да это был тот материал который был но из условно из такого-то металла не сделать булатный клинок пока там он не из обычного металла не сделать булатный клинок пока он не пройдет огромное количество трансформаций добавок и всего прочего и поэтому те кто умеет управлять они знают что элита выращивается в течение нескольких столетий и когда возвращаясь мы к самым древним временам там воспоминания о стародавней Руси руссколандской да что был бус белаяр и в какой-то момент как нам доносится легендами и в общем-то историческими подтверждениями был казнен бус белаяр и 70 крупнейших родов сильнейших которые держали руссколанд с этого момента руссколанд перестало существовать точно так же как я говорил как еврейский народ древний разобрался в свое время со своими врагами Персидской империи которая после этого точно так же уже не смогла держать ту силу и ту мощь которая до этого то же самое случилось собственно говоря с царской империей на момент революции и первые последующие за ней годы поэтому прогностика была формировалась для Советского Союза среди еврейских представителей советской власти они собственно говоря и обладали достаточно серьезным потенциалом управления опираясь на традиции еврейского народа их там священных книг и учителей и они собственно говоря этот элемент реализовали тем не менее создан был новый человек с новой идеологией новый тип человека он же удался этот проект им дети Советского Союза не мы как бы кто-то помнит последние годы и даже может не последние годы никто себя уже не называл там особо не русским не украинцем все говорили мы все советские люди да как бы конгломерат советских людей с новым типом экономического сосуществования и социальных взаимоотношений конечно же он был создан конечно же он уродился но как бы вот этот вот момент так как изначально мы понимаем что были некие заказчики формирования сначала революция потом формирование национального национально уже тогда собираемого из разных национальностей государства как Советский Союз они остались в тени то бишь он не был построен в открытом режиме все это обсуждалось где-то за закрытыми дверями в какой-то момент был предложен проект а так как уже те которые могли выступать там против или делать достаточно глубокое обсуждение те или иных тем уже отсутствовали как вот допустим у нас конституция 93-го года прошлого века она и сейчас работает сейчас пытаются ее исправлять она точно так же появилась там на волне вот тех как бы разрушений противостояния Верховного Совета 93-го года и тех людей которые стояли вокруг тогдашнего президента Ельцина и вот это противостояние дало нам эту конституцию с которой мы собственно говоря и пришли сейчас ко множеству сложных решений и позиций и то же самое произошло собственно говоря на момент учреждения государства Советский Союз потому что те люди которые были в управлении они многие из них были все-таки не чисты на руку скажем так мягко и от простого народа который вот есть у нас такой термин простой народ это было сокрыто за завесой и собственно говоря когда этот элемент менялся просто как бы мы не относились к Сталину все-таки уровень его его мощь его как бы провидение его качества кто-то его наделяет там видовскими волховскими регалиями но тем не менее он был ну как жрецом мистиком очень серьезного уровня он собственно говоря на какой-то момент переиграл всех носителей там и древнего знания и даже еврейского народа и как бы и капиталистов более высоких и собственно говоря напрягший все усилия изведя огромное количество народа тем не менее он конечно создал построил этот корабль называемый Советским Союзом и пустил его в плавание которое казалось в какой-то момент будет практически вечным потому что движение к светлому будущему оно подразумевало что люди будут двигаться но а ключевой идеей почему все-таки удалось переломить там и белое движение и переломить все последующие даже там очень тяжело давшийся коллективизм вторая мировая Великая Отечественная война которую выиграли там ценой там немыслимых жертв потому что ключевой идеей советского государства была справедливость праведливость и вот это слово вот эта идея вот этот смысл он конечно являлся ключевым парусом который двигать двигало и ради чего люди готовы были терпеть готовы были как я говорил затягивать пояса и двигаться в будущем потерпите завтра станет лучше так всегда говорило советское государство и люди были готовы ждать потому что была велика надежда и была велика вера в этом направлении вот и собственно говоря до 1953 года эта идея это смысл содержания оно было ключевым для Советского Союза и ситуация продолжалась но незадолго до своей там преждевременной как многие говорят смерти Сталин в разговоре с кем-то сказал простую казалось бы фразу но очень мало кто понимает ключевые задачи которые он пытался озвучить он говорил нам нужна больше всего нам нужна хорошая теория без хорошей теории нам смерть потому что на тот момент все равно еще очень многие позиции самого Советского Союза не были простроены вот в длительной прогностике что делать через 30 что делать через 50 лет что делать через 100 лет это еще не было не озвучено не проработано в должной мере и собственно говоря еще не была создана школа управленцев высшего звена потому что те люди которые пришли сначала с Лениным большая часть из них к концу уже правления Сталина исчезли с правящих позиций и те которые пришли потом им на смену уже в сторону Сталина они все равно не многие из них не обладали вот этими качествами ведающих которые во-первых как один из элементов являются полностью бескорыстными и бесстрашными перед лицом правды они все-таки прогибались сами решали свои вопросы и собственно говоря уже в 30-е годы скажем так коррупция на высших уровнях власти она была достаточно велика несмотря на то что и Сталин и в общем-то скажем прямые честные коммунисты жившие на местах они боролись с этих но тем не менее это продолжалось и собственно говоря в более позднее время когда к власти пришел Хрущев она стала расцветать уже вот эти пошли элементы спекуляции ну спекулянты появились они были всегда но тем не менее они были под контролем а тут с этого времени они стали расцветать и корни шли в самое политбюро на самый верх со времен Хрущева так вот возвращаясь к тому на основе чего был построен Советский Союз и чего не хватало у него в самом начале с момента его образования у него не было варны системообразующей ключевой варны подателей смыслов ведающих потому что я говорю христианская конфессия она не могла играть эту роль ну потому что она всегда была просто инструментом сохранения и утверждения власти но не утверждения правды как таковой вот и соответственно когда прошло вот уже первое второе поколение сама по себе элита еще не была простроена и это как раз та необходимая теория воспитания элиты о которой говорил Сталин незадолго перед своей смертью она не была реализована не не были прописаны более глубинные схемы отбора людей на высшие руководящие должности такого великого и могучего проекта как Советский Союз потому что Советский Союз это реально самый большой самый наверное интересный проект человечества за последние несколько тысяч лет и сейчас почему у людей есть желание у большинства вернуться туда же где им было хорошо многие помнят свою молодость помнят в общем-то тот уровень социальной справедливости который был значительно выше нежели сейчас ту уверенность завтрашней послезавтрашнем дне которая была у людей конечно люди хотят заново это все обрести но просто не понимая почему это все развалилось придем точно так же к простому итогу просто значительно быстрее значительно более печальному потому что когда Советский Союз развалился Китай создал несколько институтов которые изучали причины развала чтобы самим не попасть в подобную ситуацию эти институты работают до сих пор что характерно и мы видим что Китай собственно говоря находясь значительно более худшей экономической ситуации за последние 20-30 лет не только догнал Советский Союз с его достижением но уже стоит значительно впереди потому что есть те которые создают прогностику и могут ее корректировать вперед на несколько десятков а то и сотен лет Сурия а можешь ты назвать на твой взгляд причины главные причины почему состоялся развал Советского Союза ну мы к этому подходим мы к этому подходим конечно же у нас задача потому что когда в декабре 91 года было объявлено о окончании существования проекта Советский Союз собственно говоря мы не увидели ни одного человека который вышел бы куда-то на площади хотя бы с флагами сказал бы не допустим развала Советского Союза все приняли это как должное потому что уровень понимания у простых людей даже уже по прошествии трех а то и четырех поколений с момента революции он все равно был недостаточен и так называемое светлое будущее это все-таки было неким эфемерным построением так вот просто есть в ведической традиции очень четкое понятие что большим государством великой империи могут руководить или кшатрии высшего уровня или брамины это если мы или как бы переводя на тот язык которым мы пользуемся как русское славянское радио это витязи управленцы высшего уровня имеющие как сказать благородные рождены в благих родах которые там в течение нескольких поколений как бы подтвердили свое качество как управленцы высшего уровня или браманы которые опираясь там на священное писание на веды понимают систему управления обучают ей других и сами обучаются очень глубоко и через это умеют создавать прогностику за как бы на долгие годы вот как мы видим да то что я почему очень большой сейчас период пытался рассказать о том что ну не пытался рассказывал о том каким образом была деструктурирована царская империя и носителей костяк ее был практически полностью уничтожен и собственно говоря к девяносто первому году мы подошли точно так же без смыслового костяка потому что стремление выходить в светлое будущее оно конечно хорошо но как бы когда пришел Хрущев а мы сейчас немножко как бы попробуем разобрать кто все-таки кем был Хрущев собственно говоря коллаборационист который собственно говоря и выступил первым предателем вот тех смыслов которым следовал советский народ светлое будущее он превратил в колбасу он сказал мы догоним и перегоним Америку по потреблению колбасы все с этого момента можно сказать проект советский союз был закрыт и собственно говоря те дети внуки правнуки крестьян рабочих которые были на каких-то там руководящих средних должностях просто были опять же рабочими и крестьянами они как сказать исходили из того что много колбасы это хорошо потому что для труженика и для веси материальный достаток является определяющим элементом его существования собственно говоря здесь и зарыта основная ситуация основная собака последующего потом развала советского союза но мы просто сейчас немножко обратим внимание на самого хрущева если мы как бы разбираем великий мистический могучий немыслимо интересный и сложный проект советский союз подразумевал что сама идея социальной социального развития социальной трансформации она должна была быть очень высока и она никак не ограничивалась не заканчивалась колбасой которая будет вдоволь и все смогут ей наесться и как бы люди которым приходилось еще после войны голодать они естественно были готовы воспринять эту ситуацию но тех кто смотрит дальше и понимает что не колбасой и не хлебом единым жив человек но всяким правильным и добрым словом которое ведет его к улучшению вот и поэтому хрущев как таковой если брать его по ведической традиции и протестировать это собственно говоря даже не труженик а смерть тот который ограничивает все свое существование физиологическими потребностями и соответственно он не мыслит дальше собственно говоря своего своей семьи своего рода и уровень прогностики его как мы понимаем более чем ограничен несмотря на то что там на тот момент Советский Союз уже жил пятилетками да но пятилетка это ни о чем за пять лет Советский Союз просто прорабатывает небольшую производственную программу никаких элементов развития только пять лет запихать практически невозможно потому что эти программы должны быть 20-25 лет и все экономическая парадигма поменялось вместе с с идеологической и мы стали закупать вот сейчас даже при нынешнем развитии мы сейчас продаем огромное количество зерна за границу а при Хрущеве мы стали его закупать причем за золото потому что Хрущева западные как любят говорят партнеры прогнули сломали и собственно говоря он выступил предателем он разрушил веру людей в Сталина разрушил веру людей в идеалы светлого будущего которое до того момента и превратил светлое будущее так сказать в полный холодильник вот если говорит у вас будет полный холодильник это и будет собственно говоря и в этом и задача что наверху царства вышние витязи или ведающие высшего уровня могут находиться тогда царство будет продолжаться потому что у них уровень понимания и уровень прогностики позволяет высвечивать все смыслы от физиологических факторов выживания до душевных как факторов развития и до духовных как смыслов существования вообще не только человека но и человечества в целом я хотела бы немного сказать про хрущева дело в том что не все считают его таким уж простым человеком и многие приписывают ему такую роль некой загадочной темной лошадки тем не менее надо сказать что при правлении во времена хрущева ведь снизились репрессии и советский союз достиг успеха в покорении космоса и из коммуналки расселил опять-таки хрущев то есть помимо того что он колбасой обеспечивал людей кукурузой и так далее он все-таки дал некую свободу в развитии самого государства ну хрущевской теперь конечно мы все помним кто хоть в той или иной степени интересуется историей но тем не менее мы как бы должны себе отдавать отчет что хрущев взялся неоткуда он сел на тот корабль который условно в 1953 году очень хорошо набирал обороты уже было создано ядерное оружие уже было созданы вот эти ракетные военные и прочие исследования очень большие Королев со своей лабораторией продвигался со своим научным центром продвигался очень быстро и собственно говоря сама заслуга хрущева наверное заключалась в том что он снизил уровень внутреннего напряжения как бы снизил уровень давления репрессивного аппарата но мы говорим так ли он ходил просто он точно так же как и все включая полюбережки боялись что в какой-то момент ты подскорбешься и тебя отправят туда где даже летом холодно в пальто и собственно говоря когда человек низкого естественно за там 20-30 лет находясь в верховных эшелонах власти он набрался технологического какого-то элемента управления тем более все инструкции практически на всех уровнях были написаны до него как раз во времена правления Сталина и все эти инструкции исполнялись точно так же там до конца 80-х годов до 90-го года практически без коррекций со стороны поэтому как бы темная лошадка просто уровень стремления почему я говорю вот в такое такое сложное такое такой могучий проект могут управлять только высшие потому что у них почему труженик живет хорошо когда у него есть еда условно говоря полон холодильник это как бы предел его нормальных построений если его не ограничивать он просто будет покупать новый холодильник покупать его больше но ситуация все равно стремление к само улучшению к социальному развитию всего социума у него не возникает точно так же весе он занят не только холодильником но обустройством какого-то пространства но в этом пространстве проживает его семья род и те роды с которыми он находится в как бы правильном экономическом взаимодействии вот и собственно говоря ситуация и собственно когда вот эти смыслы первого и второго первое и второе варны труженики и веси стали ключевыми я говорю советский союз как социум который должен был развиваться именно как грядка на которой проявится вообще человек какого-то нового уровня именно нового духовного уровня в первую очередь он перестал существовать и собственно с этого момента он был обречен и некому было сказать что мы идем не туда потому что того уровня ведущих которые были необходимы их практически не было а те единицы которые пытались выступать их голоса были просто не слышны и собственно говоря с момента прихода к власти Хрущева который не был неведущим но как реализовал те смыслы которые были заложены в нем и эти смыслы как бы детям и внукам крестьян и рабочих попытался донести как смысловые догоним и перегоним Америку по потреблению колбасы и прочих материальных благ все советский человек начал терять как бы направление и к концу 80-х годов он и пришел к тому элементу что как бы Советский Союз был заменен на 300 сортов там сыра или колбасы в голове каждого человека который называл себя советским по крайней мере большинство из них приняли эту парадигму для себя вот и собственно говоря как в это время он процарствовал Никита Сергеевич Хрущев и был внутренним за счет внутреннего переворота остранен от власти и к власти пришел Брежнев Леонид Ильич который собственно говоря являлся с одной стороны продолжателем дела но не Сталина уже но в большей степени Хрущева не в плане предательства а в плане экономического построения экономического построения потому что по своей позиции Брежнев это весе то бишь организатор там производства какого-то уровня жизни и собственно говоря с того момента мы понимаем когда вот я говорю если за Хрущевым это еще не так водилось потому что труженик или там смерть да там в какой-то семье он заботится о себе и там по мере возможности о своей семье такого кумовства которое произросло во времена Брежнева еще не было но во времена Брежнева случилось это и собственно говоря идея светлого будущего Советского Союза деградировала уже окончательно и к концу его правления в 82 году Советский Союз уже собственно говоря остановился почему их называют это время временами застоя и как бы был были предприняты там определенные усилия в поисках нового пути и команда команда этого Юрия Андропова Юрия Владимировича Андропова она как бы наработала определенные схемы перестройки но сам Андропов не успел их осуществить и он там в 84 году в связи с болезнью прекратил свое существование умер и как бы через год с небольшим опять же существует сейчас уже достаточно много версий что тот же заказчик который участвовал при начале революции выступил заказчиком того чтобы в в этой борьбе полюберошной кто станет генеральным секретарем был выдвинут с помощью этого заказчика Горбачев и собственно говоря вот этот элемент предательства а Горбачев собственно говоря точно такой же Веся который занят в большей степени был своей семьей как мы помним там рядом с ним в постоянном режиме находилась Раиса Максимовна его жена и собственно говоря ее слово во многих элементах управления стало определяющим и собственно говоря огромное количество анекдотов того времени в Советском Союзе он как раз говорил о том что решает там не Горбачев а решает не Михаил Сергеевич а решает Раиса Максимовна и собственно говоря это и было зафиксировано поэтому само по себе вот исходя из правил ведической традиции крушение Советского Союза в связи с тем что на верховных положениях на верховных системах управления и определения стратегического развития находились те люди независимо от того что там плохие они или хорошие просто не соответствующие по внутренним качествам уровню необходимого понимания и необходимой прогностики и собственно говоря те которые понимали в большей степени те которые могли видеть дальше находились в это время в КГБ в ГРУ собственно говоря это рыцари плаща и кинжала то есть спецагенты и только они по большому счету могли как-то воспрепятствовать этому развалу потому что они понимали при том что среднее и ниже звено точно так же было дезориентировано более высокие уровни уже видимо вошли в определенный сговор и как бы мы сейчас этому имеем все больше и больше подтверждения что они вошли в определенный сговор и как бы по сдаче и по согласию на развал Советского Союза каждому из них кто принимал эти решения были обещаны огромные преференции материальные возможность так сказать уже не прятаться будучи членами там политбюро там генералами тех или иных направлений а просто стать хозяевами жизни как условно миллионеры или миллиардеры на западе к чему собственно говоря и они и устремились а так как все таки опять же многие из них не были изначально природными витязями кшатриями или не были природными ведущими бравами они точно так же приняли вот этот материальный аспект для себя как наибольшую возможность ради которой собственно говоря родина на тот момент Советский Союз и был допущен ими к развалу потому что они способствовали этому приняли собственно говоря основной причиной развала была недостаточная системность управления в связи с отсутствием ведающих в достаточной степени среди всех родов Советского Союза которые бы могли вот эту прогностику делать понимать и формировать общественное мнение понимание с помощью тех смыслов которые они должны были реализовывать и вот этот тот момент если мы начинаем глядеть в исторической там ретроспективе на развал Советской Фу Царской Империи точно мы как бы получили как бы управленцев пониженного качества которые могли бы вырасти если бы как сказал Сталин удалось создать достаточно хорошую теорию потому что за сто лет элиту духовную можно было бы вырастить но задача выращивания духовной элиты к сожалению не стояла и на сегодняшний день мы имеем точно так же есть некие сокрытые сейчас используют такой термин глубинное государство то есть государством управляет некто кого не видно но тем не менее именно он управляет государством а разрыв между вот этими тайными управленцами и среднестатистическим народом понимание он колоссален потому что все равно народ в большей степени у нас или труженики или веси то бишь уровень прогностики и понимание у них не выходит там за уровень трех-пяти там в лучшем случае шести лет условно говоря я с тобой да я с тобой соглашусь и потому что оторванность власти от народа и коррупция очень большая и то что все вся власть централизовывалась в Москве это именно сыграло большую роль тогда в развале Советского Союза но надо сказать что многие считают что именно и опять же первая варна поспособствовала развалу этого Советского Союза вот я сама из Кузбасса и я прекрасно помню что сделали тогда шахтеры когда вышли устроили забастовки это же была очень сложная экономическая ситуация и как ты считаешь это поспособствовало развалу Советского Союза да не ну мы как бы я и в себя там мог бы ткнуть пальцем что я там поспособствовал но я никак не поспособствовал потому что я не был какой-то там экономической или там смысловой единицы на тот момент но как бы вот старая советская поговорка она хоть шутливая но тем не менее отражает что ты пришел говорит на работу не ходи здесь как гости пойдешь домой возьми хотя бы гвоздь ты здесь хозяин ты здесь не гость пойдешь домой возьми хотя бы гвоздь вот эти вот миллионы несунов они конечно дырявили вот эту экономическую ситуацию в постоянном режиме потому что не было тех которые были бы ядром именно родовым потому что все там же ключевая задача опять же политбюро еще со времен там Бухарина не мы должны бороться с великорусским шовинизмом и собственно говоря все проявления национального на тот момент родового самосознания были полностью вытравлены выжжены и собственно говоря и после 50-х годов ничего в этом плане не изменилось то бишь носителей родового сознания среди русского народа да и среди других народов их просто не было просто не было и собственно говоря существовало некое государство потому что недовольных я прекрасно помню там 80-х годов советской власти было очень много очень много при том что люди гордились своей страной гордились успехами своей страны но советскую власть не любили не переварили очень многие собственно говоря они и были той внутренней пятой колонной я их не могу обвинить потому что как бы каждый выстраивал свою жизнь по мере своего понимания потом многие разочаровались в этом капитализме огорчились и собственно говоря стали плевать свое отражение в зеркале но дело было уже сделано но и сейчас мы до сих пор находимся на перепуте потому что родовое сознание у нас сейчас еще не проявлено и и ведающие и витязи высшего уровня у нас можно сосчитать по единицам собственно говоря и мы поэтому как корабль без руля без руля который так сказать плывет в океане и нам каждый день зажигают какие-то в этом океане новые какие-то эмблемы новые какие-то слова и мы смотрим не можем понять то нам рассказывает коронавирус то там новая какая-то экономическая политика то там завтра заживем в 10 раз лучше но никто не говорит как и почему что случилось и мы мы же я говорю до сих пор у нас не война между красными и белыми не закончена не разобрана позиция почему развалилась не только советская но и развалилась царская империя и почему развалился советский союз исходя это все пока закрытые позиции мы должны это понять потому что родовое сознание то над чем работаем мы там все количество ведающих которые есть сейчас в Руси мы как бы стараемся собрать не из крох а из того что есть из огромного объема ведической традиции тысячелетней много тысячелетней из того понимания которое есть сейчас у нас и того из того понимания которые готовы наверное принять наши люди мы должны проявить родовое сознание сознание родов Руси потому что кто есть народ народ это наши роды те роды которые живут в едином понимании в едином поконе собственно говоря наше миропонимание наш покон он должен сейчас проявиться и через это собственно говоря и будет проявлена новая светлая Русь и в этом ключевая наша задача как ты считаешь все таки возможно ли воссоздать Советский Союз и как вообще проявить образ этой светлой нашей грядущей Руси ты уже сейчас начал говорить это да я начал говорить и сейчас продолжу в чем смысл как я сказал да вот есть 4 варновых составляющие но как я объясняю в каждом человеке вот любая варновая одна из 4 варновых составляющих все 4 есть но какая это является определяющей вот и какая является определяющей ты попадаешь в тот уровень понимания в тот уровень прогностики в тот уровень взаимодействия с миром который в тебе является основным мы же сейчас да как как раз ту теорию которую не дописал не успел дописать опираясь на своих приверженцев Сталин мы сейчас ее как бы создаем мы сейчас ее реализуем опираясь как раз на великую эту ведическую традицию потому что только опираясь на сегодняшнее прочтение ее мы можем создать и прописать и проявить тот образ светлой Руси которая нам необходима вот но единственное что наверное на чем там хотел бы заострить свое там не не внимание а внимание наших слушателей сегодня что был некогда проповедник ходил по местам по местам палестинским и он там выдвинул хорошую мысль которую часто повторяют возлюби ближнего своего так вот я бы пошел дальше в этой ситуации ключевая мысль наша бы могла для как мы тут встречались недавно с человеком он говорит есть понятие об идеальном мире я говорю ну идеальный мир это может быть есть может быть нет но любая система она должна строиться на каком-то принципе или на каких-то принципах он сказал да и собственно говоря после недолгого разговора так как уровень понимания у человека был очень высокий он говорит один простой принцип что люди должны стремиться делать добро для других это уже как бы в связи со множеством перипетий последних десятилетий это с одной стороны кажется утопией почему я вспомнил этого проповедника ходившего по палестинским просторам я бы дополнил это возлюби не ближнего своего а возлюби дальнего своего вот это более правильная для нас версия и более правильная объясню почему потому что элемент как я говорил прогностики обычного человека да он там у кого-то помещается в один день у кого-то в неделю там если более-менее человек структурирован труженик то он помещается в год увесит там в 3-5 но это очень серьезная как бы и такая работа и задача всегда выжить в своей семье в большем случае выжить своему роду но такая большая могучая светлая держава как Русь она может жить только тогда когда мы все заботимся и озабочены процветанием всех своих но свои это не твой род а те рода в первую очередь с которыми твой род взаимодействует потому что благо любого рода заключается в том что рядом с ним в благе и в достатке пребывают другие рода поэтому я говорю возлюби дальнего своего озаботься тем что те рода которые вокруг тебя пребывают те рода которые вокруг тебя созидают сохраняют эту землю на которой ты живешь вместе с тобой созидают общий достаток вот озаботься о их благоденстве о их возможности это и будет удлинение прогностики твоей трех-пяти лет до 15-20 хотя бы которая даст нам возможность и выход в светлое будущее потому что наше светлое будущее это продолжающиеся в вечности в достатке в развитии в радости жизнь наших родов вот что такое светлое будущее потому что нас спрашивают почему жены не хотят рожать жены очень хорошо чувствуют что происходит в мире и они говорят куда мы рожать будем своих детей если мы не можем им сегодня обеспечить необходимого достатка и нам все говорят что завтра с достатком будет еще хуже а это зависит в первую очередь от нас наше родовое сознание должно формировать наш достаток должно формировать нашу дорогу тогда будет много детей в наших семьях а нам для простого воспроизводства на сегодняшний день надо минимум четыре ребенка в каждую семью минимум четыре потому что через 20 лет мы сожмемся вообще как шагреневая кожа и те дети которые рождаются сегодня они уже станут национальным меньшинством а не доминирующей как сейчас пока еще нацией государство образующим народом Русью согласна но вот как как ты считаешь нужно ли воссоздавать Советский Союз вот о чем сейчас многие говорят или же все-таки строить новое государство державу ну я сторонник конечно же державы и собственно говоря взять от Советского Союза огромное количество огромный конгломерат всего хорошего что там было но перенести это все в светлую Русь ну Русь это не является как определение там национальным и прочим государством Русь это светлое место светлое место там где светлые смыслы служение взаимодействие сотворчество развитие радость событие будут реализованы максимально интересно максимально хорошо в высшей степени как бы развития то что собственно говоря потерял Советский Союз в 50-х годах прошлого века после того как светлое будущее я говорю было заменено на колбасу вот это все мы должны пройти уже прийти к той ситуации чтобы наши дети пошли дальше нас чтобы они пошли дальше нас мы должны понять где мы и должны как мы говорим то что предки нам дали мы это собрали вновь в нынешнем веке осознали и потомкам своим передали поэтому у нас же культ предков и потомков потому что мы мудрость получаем от предков от ближних от дальних и эту мудрость как великую святыню передаем своим потомкам и через это вечное коловращение жизни и родов продолжается вот такая задача вот такой смысл поэтому естественно мы строим державу где каждый с одной стороны отвечает за себя а с другой стороны отвечает и за всех поэтому я говорю возлюби дальнего своего и пойми что такое свое свой потому что уровень доверия у нас сейчас на нижайшем уровне доверия друг другу а мы должны доверить друг другу поверить и через это обретем вот это общее стояние общую возможность и родовое право своего восстановим потому что мы прежде всего должны быть именно в родовом праве все остальное оно уже вторично по отношению к родовому праву Елена да и конечно же я считаю что в Советском Союзе все таки было очень много достойных моментов которые можно взять как опыт и нести дальше ведь не зря же как ты говорил Китай изучал и развал и схему Советского Союза и для себя взял очень много и продолжает изучать как я говорю и естественно и ты и я и многие миллионы людей которые родились в Советском Союзе и порой вспоминают его с восторгом и я в том числе особенно на фоне так сказать тех сложных позиций и развалов которые случились после того как он исчез как объект на который устремлены были наши взоры естественно это надо все выписать списками и сказать вот это должно быть так вот это должно быть так но надо искать тех и собирать тех вот то чем мы занимаемся я всех призываю кто имеет достаточный уровень понимания включиться в эту работу чтобы вот этот мощнейший как бы покон который является основой да мира будущего светлой державы Русь чтобы он проявился чтобы он проявился если у вас есть понимание я готов для общения взаимодействия потому что у нас очень хорошие наработки по этому поводу пришло время довериться проверить друг друга и собственно говоря выдать вот этот вектор развития и движения который сейчас необходим для того чтобы светлая Русь проявилась где я говорю мы учимся созидать сами быть в правильном событии и как бы заботиться обо всех только тогда мы там и каждый может сказать да я как советский человек естественно моя забота была в том чтобы все люди в нашей стране великой жили жили а не только условно чтобы была колбаса у меня в холодильнике да но вот только смотри после развала советского союза прошло уже достаточно много лет и выросло уже другое поколение которое мыслит так что деньги не зарабатываются а их получают в виде прибыли какое-то то есть выросло поколение отцы которые помнят советский союз и как сказать дети советского союза да и дети которые мыслят по-иному и поэтому вот эти два поколения они очень часто не понимают к сожалению друг друга и те принципы которые нужно сейчас нести дальше те золотые принципы того государства которое развалилось и которое уже невозможно воссоздать в том виде какой оно было да в том виде в каком оно было воссоздать его невозможно и даже скажу больше нет необходимости потому что если мы не учтем те ошибки вот о которых я говорил что как светлое будущее было заменено колбасу и не было тех которые сказали что замена произведена замена это уже на уровне предательства выставило потому что если ты отказываешься от высших смыслов то низшие смыслы исчезают сами собой ну как бы ты теряешь на них право потому что как человек это звучит с одной стороны гордо надо понимать что это значит это значит ты ищешь в себе и вовне себя да божественное родных богов и стремишься с ними соединиться и взрасти в этом и ключевая позиция опять же того что как бы бог был исключен или божественное было исключено из принципов как бы мировосприятия в советском союзе это ключевая условно говоря позиция ключевая позиция потери светлого мировоззрения как таковое потому что справедливость это божественное устройство всемирия то к чему как бы стремился советский человек на начале своего а потом когда справедливость поменялась на выгоду того или иного или того рода в отношении другого рода советский союз перестал существовать поэтому мы должны понимать что вот эти ошибки должны быть исправлены и тогда там просто мы не не будем называться советским союзом мы будем называться державой светлая русь державой светлая русь в которой войдут все роды которые выбирают светлые пути готовы заботиться друг о друге вот это и будет то что мы куда мы придем дальше большинство людей которые стремятся в советский союз я там понимаю их стремление там и как бы испытываю даже может какую-то там благодарность им за их деятельность может немало но просто я понимаю что очень мало кто из них понимает я даже неоднократно разговаривал с теми которые являются там застрельщиками да там организаторами этого процесса я говорю ну вот возьмете вы власть что будет вот нет вот этих вот этих позиций он говорит как возьмем так и будем думать я говорю тогда уже думать будет поздно потому что у них не то что они там прогностику на какие-то длительные перспективы у них нет прогностики даже на первый год то что они хотят они просто потому что да есть рабочее законодательство там советского союза которое было и который можно воспользоваться Есть определенные логистические, транспортные и прочие системы, которые были и можно использовать в Советском Союзе. Но смысловая позиция – это ключевая задача, которая не решена на сегодняшний день. У тех, кто движется в сторону Советского Союза, если вы не исправите ошибки, вы старый мир не построите, потому что он рассыпется из-за той же самой, потому что мы, если людей мы ставим во главу угла, как, собственно говоря, большинство правителей сейчас и в нашей стране, и в соседних странах, которые не поднимаются выше понятий живота, то есть простого выживания себя, своей семьи, своего рода максимум, мы всегда будем иметь одну и ту же позицию, потому что там должны стоять люди светлые, которые думают не о себе, собственно говоря, ведущие начинается только с того момента, когда дума о себе меняется на думу обо всех, потому что труженик думает о своей семье, веся о своем роде, как бы витязь высшего уровня о народе, а ведущие высшего уровня думают о том, чтобы народ сохранился в правде, в добре, в преуспевании и в вечности. Вот такая позиция. И это выкладывается одно за другим по высоте смысла, поэтому есть смыслы простые, смыслы выживания, и есть высшие смыслы, смыслы развития, развития души и духа. Вот это то, что нам необходимо, и то, к чему нам необходимо прийти. Лена? Да, еще я согласна с тобой, еще могу добавить то, что если раньше жили все-таки идеями, высокие какие-то цели, задачи, духовность, идеология, то современное поколение больше стало жить все-таки критериями прибыли, финансирования и благополучия в своей жизни. Так оно и есть. И насколько я понимаю, что мы закончили первую часть эфира? Ну, она у нас очень длинная получилась, но значит, оно так надо было. Зато подробно. Да. После небольшой отбивки, тогда мы перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал youtube, youtube.com, слэш, касая черточка, славрадио. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.